Юбилейные харитоновские чтения собрали старшеклассников из 21 города нашей страны. Все они приехали в Саров, чтобы представить свои проекты на конкурсе исследовательских работ и Олимпиаде «Будущие исследователи. Будущее науки». Каждому из вас я желаю успеха. И успеха не только признания ваших заслуг в освещении тех или иных вопросов, но и успехов для того, чтобы вы имели возможность познакомиться. А здесь представлена почти вся география нашей страны. Олимпиада будет проходить по шести предметам. В рамках конкурса жюри рассмотрит более 140 исследовательских работ. Глеб Горькая второй раз принимает участие в харитоновских чтениях. В прошлом году его проект занял третье место. В этот раз юный инженер намерен улучшить свой результат. Выступаю я в секции информатики и представляю устройства мобильной навигации для ориентации в пространство, где невозможно использовать традиционные методы, как GPS, либо какие-то радиосигналы. Анна Мальтишевская приехала в Саров из Санкт-Петербурга. Вместе с ней из северной столицы прибыли еще 10 человек, чтобы представить свои проекты по математике, физике и химии. Анна впервые участвует в харитоновских чтениях. Со своей исследовательской работой она будет выступать в секции физика. Девушка считает, что подобные конференции полезны для развития коммуникативных способностей. Лично для меня просто рассказывать публично что-то – это очень большой страх, и поэтому я хотела бы его преодолеть. Оценивать исследовательские работы будут научные сотрудники ядерного центра и преподаватели ведущих вузов страны. Некоторые из них приезжают на харитоновские чтения на всем протяжении их истории и отмечают уникальность этой школьной конференции. Опыт показывает, что подобных вообще не существует в школьных конференции. Это масштаб, это замысл. Ведущие ученые страны читают детям лекции рядом с их докладами школьными. Это не только производит впечатление, но это расширяет кругозоры школьников и нас. За 20 лет я получила просто энциклопедические знания. По итогам конкурса жюри определит лауреатов и победителей юбилейной конференции. Наиболее интересные доклады эксперты выберут для пленарных выступлений. Елена Горцкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.